Книга 14. ТАО, ПУТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ Одинарные тонны языка света Уроки о владении необусловленной любовью Шестая октава любви Необусловленная любовь, серебряный тон языка света От бледно-серебряного до бледно-серебристо-белого Природа, интегрирующей Необусловленная любовь интегрирует все аспекты творения с помощью единства, необходимого для общей цели, или согласования. Как выражение бытия, необусловленная любовь проявляется в приятии всех выражений Бога, Богини, всего что есть. По своей природе, необусловленная любовь объединяет, всегда стремясь к согласованности. Необусловленная любовь, тонн, позволяющий принять все, что существует, и дать этому возможность существовать. Необусловленная любовь, тонн, снимающий завесы с мыслей форм созависимости, открывающий возможность преодоления любых форм созависимости в ходе Вознесения. Необусловленная любовь в действии, заякоряет откорректированную святокопию необусловленной любви во всех видах жизни, созревших для Вознесения. Необусловленная любовь, это любовь, существующая за рамками стереотипов взаимообусловленной любви, преобладающих в человеческой жизни. Необусловленная любовь, распространяет вибрацию любви любой душе, желающей принять эту вибрацию. Такая вибрация, помогает этим душам трансмутировать душевную карму, препятствующую их Вознесению. Душевная карма, отличается от генетической кармы тем, что относится к опыту души в других секторах творения, и даже других творениях. Обычно существует связь между душевной, и генетической кармой, которая определяет выбор конкретной души инкарнировать, или войти в определенную форму. Заякорение через Бодхисаттву необусловленной любви в действии, позволит другим вступить на путь, и самим стать Бодхисаттвой. Часто, именно душевная карма, мешает душе узнать, что и она может подняться на новый уровень сознания. Создавая пространство для высвобождения подобных мыслеформ, Бодхисаттва, являя собой, пример необусловленной любви в действии, дает другим пространство, чтобы стать Бодхисаттвой в персональном Вознесении. Призыв 6 октавы, совершающими Вознесение, помогут им убрать привязки, связывающие их с другими людьми, и не служащие дальнейшей эволюции. Достижение состояния Бодхисаттвы, часто требует расстаться с людьми, не желающими возноситься. Это естественное отражение резонанса. Когда человек входит в состояние гармонии, отходит в сторону те, кто хочет и дальше жить в дисгармонии. Это позволяет находящимся в состоянии гармонии, собраться вместе для выполнения конкретной цели, больше опираясь на соглашение души, чем на карму. В будущем, одаренные способностью заякорять 6 октаву, будут собирать вместе людей, чтобы сформировать новый тип сообщества, в основе которого лежит Вознесение. Одаренные этим тоном, могут обнаружить, что от природы являются помогающими другим освобождаться от отношений и созависимости, и вместо них, входить в новооткрытую основу единства. В более широком масштабе, обладатели этого цвета со временем будут осуществлять трансмутацию отношений и созависимости во всех сферах человеческого бытия. Воплощение серебряного тона необусловленной любви, посвященной значительно повышает качество движения энергии структуры, и прекращает вести отношения с другими людьми, которые выстраивались из привязанности. Привязанность основывается на чувстве собственности, а собственностью стремятся обладать, доминировать над ней, или отказываются от нее, когда она больше не востребована, и не используется. Необусловленная любовь стремится охватывать тех, кто свободно отдает свою любовь в процессе обмена энергиями между сердечными чакрами, или стремится установить границы с теми людьми, кто не может свободно любить, но возможно благодаря вознесению также откроет свои сердечные чакры в достаточной степени, чтобы осуществлять такой обмен. Один из признаков недостаточного овладения необусловленной любовью – потребность отвергать, отталкивать других людей, которые вызывают у вас столько чувства раздражения, при отсутствии сострадания, или понимания к ним. В человеческих отношениях существует много уровней эволюции, и не у всех будет способность любить в данное время, или в этой текущей жизни, поэтому есть реальная необходимость не впадать в раздраженность по отношению к тем, кто не может любить. Впрочем, можно предпочесть отдалиться от таких индивидуумов, когда пребывание среди нелюбящих людей начинает приносить крайние неудобства. Однако, нечто подобное возносящееся сможет предпринять только после полного высвобождения кармы, так как в противном случае только привлечет в свои реалии другого человека, схожего типа, чтобы улаживать оставшуюся карму. Мы видели многих посвященных, которые отклоняли свое семейство, прежде чем происходило закрытие кармы, в таком исполнении они лишь притягивали других людей, которые чаще всего были более проблематичными в отношениях, чтобы осуществить кармическое завершение. В случае, если восходящий полностью отклонит необусловленный тон любви, то он потерпит неудачу в изучении границ, в ходе вознесения. Если внутренний мужчина имеет склонность отвергать других, с целью создания вокруг себя границ, это признак того, что человек отклоняет темно-серебряный цвет необусловленного тона любви. Если внутренняя женщина склонна любить всех и каждого, без выставления границ, это признак того, что отклоняется светло-серебряный цвет необусловленного тона любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok